Чудеса под Новый год. Работники автокранов наконец получили свои долгожданные зарплаты. Убедиться в этом лично приехал временно исполняющий обязанности губернатора Станислав Воскресенский. Он провел рабочую встречу с сотрудниками завода. Вы знаете, мы два месяца назад с Игорем Николаевичем договорились о некотором плане действий по оздоровлению предприятия «Автокран». Надо сказать, что этот план полностью выполнен. По моей информации, начали получать сотрудники «Автокрана» долги по зарплате. И к новогодней елке, я надеюсь, все пойдут с деньгами. В августе сумма задолженности составляла более 170 миллионов рублей. Сейчас все долги погашены. Зарплаты работникам выплатили в полном объеме. Буквально ночью 28 декабря работникам пришли последние долгожданные СМС. Это самое замечательное, что все получилось, сросло с руководства и конкурсной управляющей. И все уровни властей помогли нам сделать это. Нигде в практике так быстро и так скоро ни на одном предприятии долги были не погашены. Беседа с губернатором получилась неформальной. За чашкой чая обсудили планы компании на будущее. За то время, что заводом управляет ООО «ИМЗ Автокран», уже удалось стабилизировать процесс выпуска, договориться с поставщиками и покупателями. Сейчас предприятие постепенно набирает мощности. За этот год удалось выпустить более 300 единиц техники. Задумались и о модернизации производства. «Есть вопросы, связанные с изменившимися регламентами по сетевым нагрузкам. С 1 января вступает в силу Европять. Наша техника должна соответствовать этим требованиям экологических регламентов и так далее. Поэтому это все расписано по месяцам, по неделям даже и будет реализовываться начиная с января». В ближайших планах предприятия установить такие показатели производства, которые были в пик расцвета автокранов, также серьезно относятся и к расширению рынка. Есть большие планы на экспорт. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново. Мария Попова, Денисов, РТВ Иваново.